В студии новости новостей гости из Новороссии. Участники исторических событий, которые находились в первых рядах вооруженного и информационного сопротивления киевской хунте. Советник Игоря Стрелкова, председатель Народного собора Украины Игорь Друзь. Маргарита Зайдлер, публицист, член Народного собора Украины, гражданка Германии, воевавшая в Новороссии. Здравствуйте. И Дмитрий Жуков, заместитель комбата батальона ополчения. Скажите, что происходит в Новороссии и с чего все начиналось? Ну, вы знаете, Майдан начинался задолго до этого. То есть гнилое бандеровское подполье, оно взращивалось годами и даже десятилетиями. Мы увидели, что город Киев сдан, что защищать его силами небольших групп невозможно. И мы решили поэтому уехать в Крым. Мы понимали, что главным центром сопротивления на тот момент действительно будет Крым. Мы были знакомы до войны. Ну, прежде всего, мы были знакомы на почве того, что мы оба православные люди. Вот. Я знал и глубоко уважал его и тогда, и уважаю теперь. Потому что я знал, что человек прошел добровольцем четыре войны. Это не шутка. Я знал, что он человек самоотверженный. И кроме того, он человек глубоко порядочный, который помогает, старается всем помочь и государству, и родине, и друзьям. Ну, вот. Если не может чем-то таким помочь, то помогает хотя бы молитвами, добрым словом. Я знал, что он никакой не сумасшедший, которым его сейчас пытаются обрисовать. Что он разумный, здравомыслящий человек. Поэтому мы пошли к нему, чтобы совместными усилиями помочь отстоять Крым от киевских фашистов. Ну, и слава богу, действительно, тогда получилось это практически бескровно. Хотя в то время тоже были в Крыму острые конфликты, и двое бойцов крымской самообороны, к сожалению, были убиты. А некоторые из наших получили серьезные ранения. Стрелков, как умный человек, который прошел несколько войн, причем каждая из них была, по сути, гражданской. Он понимал, к чему идут события. Ну, до Майдана он, кажется, не совсем понимал ситуацию на Украине. Но когда начался Майдан, когда он увидел кадры эти со свастиками, с нецензурной бранью в адрес милиции, как патриот, он хотел помочь народу Украины не допустить у себя правления режима фашистов. И поэтому он как патриот, который не разделяет Украину, Россию, и который справедливо вполне считает нас одним народом русским. И мы все так считаем. Хотя имеем украинские паспорта. Вот. Поэтому он как патриот приехал в Крым. Поскольку его знания и опыт были, конечно же, намного-намного большими, чем у нас у всех, то вполне тоже естественно, что он и стал командиром. Когда мы приехали в Славянск, я была удивлена, как нас приняло местное население, просто с добром. И мне лично не стыдилось ни одного человека, просто, который бы отрицательно к нам относился. Наоборот. Когда я шла по улицам, я заметила, что люди довольно благодушно относятся. Одна женщина, например, на улице просто подошла ко мне, видела, что я хожу в камуфлаже, просто автоматом, поняла, что я в облачении, расплакалась, обнимала, целовала, сказала, вы должны победить, вы должны победить фашизм. Люди, которые там стоят, они защищают опять свое отечество и опять от фашистов. Только, что крайне печально, конечно, фашисты сейчас не придут из Германии, а именно с своей стороны же, просто русские воюют против русских. Только вот эти фашисты в течение многих лет, минимум, как минимум, 23 года, перевоспитывали так, что из умов, из сердца просто искоренили чувство, что они русские. Они создали вот этот культ, этот миф украинства, о котором еще говорил 150 лет назад великий князь Отто фон Бискбак, немец, который, как известно, общеизвестно, состоял в масонской ложе, общался, переписался с масонами. Его письма были найдены в архиве. И уже тогда было запланировано именно разделить единый великий русский народ и эти два отделенные части, столкнуть льбами, что мы сейчас и наблюдаем. Я приехал 3 марта в Симферополь. В этот же день я познакомился с Игорем Ивановичем Стрелковым. Состоялся короткий разговор в стиле готовка по защите русского мира. Мы участвовали в крымском ополчении, обеспечивали безопасность референдума, который проходил. Слава Богу, справились. Почти под сотню человек оказались в городе Славянске, в глубокий северо-запад Донецкой области. В течение одного дня мы взяли город в свой контроль. Мы отобрали оружие, какое-то у нас уже было с собой. Оружие отбирали у милиции, городской, линейной милиции, СБУ. Так оно начиналось. Другие люди приходили в ополчение. Они сидели у телевизора, не интересовались общественно-политической жизнью. Но они проснулись, когда победил Майдан. Внутренне проснулись. Некоторые приезжали помогать своим друзьям. То есть у каждого это было по-разному. Месть — это тоже мотив. Солдат, он обычно должен быть идейно мотивирован. Если он мотивирован, значит он уже победил в первую очередь внутренне самого себя. И победить противника — это уже дело техники. Да, к этому нужно прикладывать усилия, но без внутреннего стержня, без мотива победы не видать. Мстители. Насгвардия успела повеселиться, в кавычках, в начале АТО. Это жители Донецкой области, которые попали под пресс тех же националистов. Они себя действительно ведут на оккупированных территориях, как хозяева жизни. Они генетически ненавидят местных жителей. То ли за то, что они голосовали не так, то ли за то, что они говорят по-другому, в другом языке. Продолжение следует...